Накануне в Нижнем Тагиле спущенный хозяйкой с поводка пёс Макс догнал неуловимую цыганку, на днях успевшую поколдовать на воду и загипнотизировавшую тысяч на 60 в золоте медсестру местной поликлиники, услышав на улице крики Татьяны хозяйки овчарки. Пущенный по следу удиравшей цыганки, прохожий остановил смуглолицую бегунью, дождался объяснений и гибнотизершу. В красном пуховике прохожие сдали подоспевшим полицейским. 59-летняя медсестра, облапошенная за три дня до того случайной посетительницей, опознала глазастую цыганку, вогнавшую её в ступор, покрашенным на французский манер ноготкам. Цыганское колдовство случилось в прошлый четверг 29-го в поликлинике на улице Новостроя. Часов в 11 утра в кабинет на четвертом этаже заглянула незнакомка с цыганской внешностью, лет 40 на вид. Посетительница стала выспрашивать у медсестры, как ей к ним в поликлинику на работу устроиться. Та ей подсказала, куда идти и кому обратиться. Но через несколько минут незнакомка вернулась в кабинет, завела разговор. Остальное медсестра вспоминает с трудом. Вроде бы цыганка попросила у неё стакан воды. В чувство медсестра пришла, держа в руках тот самый стакан с водой, сверху накрытый полотенцем. И без зеркала женщина почувствовала, что на её теле чего-то не хватает. Не хватало золотых украшений на десятки тысяч. Гипнотизёрша, уходя из поликлиники, засветилась в коридорах на камерах наружного наблюдения. В поисках мошенницы её фотки разлетелись по Тагилу. И, как оказалось, не зря. Тагильчанка Татьяна по пути вспомнила, что где-то видела это лицо, заглянула в интернет в мобиле. Её подозрения подтвердились. В этот момент возле киоскара с печати по словам Татьяны цыганка обрабатывала очередную клиентку, увела её за угол. Татьяна окликнула заворожённую прохожую. Та смотрела на неё отсутствующим взглядом. И не сразу сообразила, что происходит. После удачной погони, как уточнил в комментариях руководитель полицейского главка Валерий Горелых, предполагаемую мошенницу доставили в ближайший оп. Там и выяснилось, что 41-летняя гипнотизёрша родилась в Вологде. По её словам, недавно с мужем и внуком они приехали из Перми в Тагил. Сняли жильё. Женщина искала работу, заходила в поликлинику и действительно побеседовала с медсестрой. Читала ей молитвы, чтобы у той всё в жизни наладилось. Женщина, якобы в знак благодарности, сорвала с себя золотые безделушки и отдала ей. Та медсестра, кстати говоря, до сих пор пребывает в стрессе и от гипноза отойти никак не может. Редактор субтитров А.Семкин